ПОЛУТОНА 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 Мы сейчас сыграем песню, и те люди, которые знают, что делает группа «Оптимальный вариант», смогут сравнить. А кто не знает, они прочувствуют, что такое «Пчела Бен», что такое пчелиное, наполненное, намоленное, медом, залитое, сдобренное состояние пространства. И всем все станет ясно. Ну, поговорим потом. Сначала сыграем. Я не видел Кирилла 40 тысяч лет и очень рад тебя видеть. Спасибо, Радио Один, за приглашение. Спасибо тебе за твою программу. И мы сыграем то самое письмо с Аказией, которое, возможно, адресовано и тебе, и тем людям, которых мы давно не видели. Но прежде я должен напомнить нашим радиослушателям контактный телефон нашего прямого, живого и настоящего эфира. 8 800 700 ровно 5 8 9 8. 8 800 700 ровно 5 8 9 8. Любые ваши вопросы Олегу Челапову и его пчеле Бенду. Ну, можно играть. Письмо с Аказией. Мы убираем музыку. Да, поехали. Раз, два, три, четыре. Мой друг, пишу тебе с Аказией, я дышу, а значит, жизнь диффузия. У нас вовсю цветет гортензия и развеянный давно иллюзий. Банковский сейф, беспроцентный кредит. Типа я сердит на тех, кто нас сердит. Сам знаешь, танцы, финиш, вряд ли проспишь. Но я не спешу, мне как-то не улыбается. Как ты, мой друг, и что теперь у вас? Ты писал, что весь увяз в сомнениях, Что темно в глазах и всякий раз. Учащенное сердцебиение. Так это любой, это знает любой. Даже сотрудники кондитерской фабрики Станцы, финиш, вряд ли проспишь. Но ты не спеши, нам как-то не улыбается. Ах, это любовь, это знает любой. Даже сотрудники кондитерской фабрики Станцы, финиш, вряд ли проспишь. Но ты не спеши, нам как-то не улыбается. Старик, опомнишь ту рябину, Что ты посадил в моем саду. Теперь у всех на виду, На ней растут бананы. Держись, мой друг, Дыши, пиши с Акадьей, И мы еще споем на холмах Грузии. Лично я забил на эвтаназию, К ночи думаю об Амдалузии. Ведь я весельчак, и ты весельчак. Бывай старик, телеграфируй, Если что не так. Станцию, финиш, вряд ли проспишь. Но мы не спешим, нам как-то не улыбается. Станцию, финиш, вряд ли проспишь. Но ты не спеши, нам как-то не улыбается. Станцию, финиш, вряд ли проспишь. Но я не спешу, мне как-то... Амдалузии. 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 Полутона. Живой концерт с Кириллом Кальяном. Ух, Олег Челап и Пчела Бен сегодня в гостях в программе Полутона. В программе, где мы изучаем исключительно наполненный музыкой воздух. Ну и теперь Олег, я надеюсь, после первой песни, Которая, я уверен, заставила вас хотя бы на несколько минут просто задуматься, Расскажет нам, почему же все-таки нужна была Пчела. Хотя, вот, например, один участник этой команды, Влад Зайчиков, Он является и барабанщиком, кстати, оптимального варианта. Поэтому, да, добрый вечер. Олег, рассказывай, пожалуйста. На самом деле все очень просто. Музыканты, которые общаются с электрическими инструментами, Всегда зависимы от большого количества аппаратуры, Перемещений, подключений тока, электрического тока. А у музыканта ток внутри. Это мое глубокое убеждение. Поэтому в какой-то момент жизни я понял, Что, во-первых, мы все оглушены децибелами в большой степени. Все играют рок. И, в общем, честно говоря, он достаточно стал сегодня, Не скажу однообразным, но... Ну, все похоже. Все это есть. А с другой стороны, хочется возможности Просто взять инструменты акустические И отправиться в путешествие по диагоналям Для начала Евразии, а там и всего мира. Поэтому не нужны трейлеры с колонками, Бригады техников, скорой помощи, Контейнеры с усилительными напитками. Ничего не надо. Музыканты акустического ансамбля Сами добывают себе все, что им необходимо, в пути. Сели рядком, сыграли, встали, ушли. Это акустический бродячий цирк. Это философия группы, которую вы сейчас слышите и видите. Акустический бродячий цирк. Ну и пару слов расскажи, пожалуйста, об участниках. Просто мне... Если я буду рассказывать все, то получится, что я... Я же все, конечно, знаю, Но расскажи про Женьку Сгодова обязательно. Расскажи про Дэнов, которые слева и справа от тебя. Они подобрали меня, когда я был безработным. И решили пристроить, в общем, к делу. Чтобы как-то я хотя бы... Отчистили это чисток. Да, да. Мы долго торговали. На самом деле, удивительная история. Когда я придумывал эту идею Акустического бродячего цирка, группа Пчела Бенд, Мне казалось, что сюда могут войти Ну, практически любые музыканты, У которых нормально с чувством юмора, С общением с музыкальными инструментами, С внутренними философскими устоями. И мне казалось, что это будет миграционный бенд, В котором будет кто-то приходить, кто-то уходить. Так поначалу оно и было. И мы даже... Я помню, как-то мы выступали Практически в другом составе. В резиденции посла Соединенных Штатов в Москве Спаса Хаусе он увидел нас на концерте В одном из московских клубов И пригласил нас к себе на прием. Было очень забавно все это наблюдать. И с тех пор музыканты стали как-то мигрировать, Меняться. Но ты понимаешь, если ты не хочешь Ну, того, что называется на музыкантском языке шарой, Если ты хочешь хорошей музыки качественной, То, конечно, нужно собираться плюс-минус в одном составе. Я обратился в этой связи к Евгению Сгодову, Женьке, моему другу, Который сам по себе абсолютно самодостаточный автор, Учредитель ансамбля группы авторов, Который почил уже давным-давно. И Женя все никак не может в себя прийти с тех пор. Поэтому, я думаю, ему надо восстановить эту команду. Вот вчера они собирались и восстанавливали так, Что сегодня он, в общем, мог и не прийти к нам на концерт. Но пришел. Абсолютно самодостаточный автор Прекрасных, ироничных, смешных И по-своему глубоких песен. И я уверен, они будут звучать в его исполнении, В его группе. Дэн Шильников, человек, который украсит любую группу своим харпом. Борис Борисович Гребенщиков скалился, зарился, облизывался. Но поскольку я хитрован, я увел Дэна Шильникова в пчелобэн. Ну, про АБГ я тебе расскажу эту историю чуть позже. Ну, не при всех только, ладно? Хорошо, договорились, да. Человек, который украсит собой не только группу, Но и любое сборище, которое немножко ориентировано на мыслительный процесс. Иногда зарабатывает деньги тем, что подбрасывает не совсем умным политикам умные речи. И те кажутся вундеркиндами. Убери у них эти речи, и мы поймем, что Дэн Шильников кандидат в президенты... Ну, про Влада мы уже рассказали, что он является не только барабанщиком группы «Оптимальный вариант», Но и настоящим танком, как говорит Олег Челаб, в группе «Оптимальный вариант» он... Степень надежности. Да, степень надежности его велика на все 250%. Ну и, конечно, еще один Дэн, это бас-гитарист. Я могу пару слов сказать, потому что... Да, это необходимо. Я хочу, чтобы именно ты это сказал. Да, вот именно этого человека нужно рассматривать под увеличительным стеклом, Потому что некоторые злые языки утверждают, что он Пол Маккартни, То есть он бас-гитара нашего отечественного рок-н-ролла. Но, помимо всего прочего, что наделал в своей жизни Дэн, Я имею в виду, конечно, собрал прекрасную группу «Бит Уин», Но он отличился тем, что великий Тони Шеридан, Который в свое время, в 1962 году, если мне память опять же не изменяет, Пригласил... В 61-м. В 61-м, да. Ну, в шаттером вышла пластинка. В 61-м пригласил никому неизвестных битлов в Гамбурге Для того, чтобы записать песню «My Bonnie», Которая была первой пластинкой, где играли музыканты группы «Битлз». И вот когда Тони Шеридан выступал в Москве в «Горбушке», Весь концерт на другой, правда, бас-гитаре, Это был тоже практически полуакустический бас, как у Пола Маккартни, Но Дэн играл за Тони Шериданом весь этот концерт, Тони предложил ему ехать в Англию, Но у Дэна было три тонны технического оборудования, И он не смог принять участие в мировом туре. Нет, просто он выбрал «Пчела Бэн». Она просто, да, пролетела «Пчела» во сне, И я подумал, неспроста. Тогда давайте играть. «Пчела Бэн» сегодня в программе «Полтона» В прямом эфире на «Радио 1». Мы сыграем песню, которую вы видели по телевидению неоднократно, Потому что смотрели фильм Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Два фрика повстречались в придорожном кафе, Вполне себе держались, хоть и были под шофе и долго изучали. Прейскурант молчали, заскучали, заказали для беседы, Ждали, ждали, мрачно ждали кофе и сигареты. Кофе и сигареты Один другому нес, как брату, что Джим Джармуш полный бред, Что в музыкальных автоматах его музыки нет. И он ушел, но не поверил. Тот второй умерил, был, пошел проверил, обнаружил, Ба, его ж там тоже нет. Вот это кофе и сигареты. Кофе и сигареты. Кофе и сигареты. Я слышу небо и твердь, и между ними дышат Санчо и Панца, Джим Джарм уж был прав. Земля проводника акустического резонанса и без учёта аромата трав. Кофе и сигареты Признаться, тема не моя, я не смотрю кино, Где снялись все, кроме меня, я снялся с якоря давно. И лично я предпочитаю убытков не считая, И не причитая вслух, раскрашивать рассветы были кофе и сигареты. Кофе и сигареты Кофе с коньяком и сигареты Кофе и сигареты Простите И сигареты Но дам мне кофе и сигареты Джим Джарм уж был прав. Полутона. Живая музыка на Радио 1. Это программа Полутона. Меня зовут Кирилл Кальян. Вы слушаете Радио 1. Олег Челапа и Пчела Бэнд сегодня у нас в гостях. Они играют в великолепный живой акустический концерт. Ну, в двух словах расскажу, что вот в первую часть нашей программы Исполняется песня пока ещё с первого альбома Пчелы и Бэнда. Это пластинка Сезона Ход, которая вышла пару лет тому назад. Ребята уже записали новую пластинку, которая очень скоро выйдет. О ней мы поговорим, естественно, чуть позже. Ну, а пока у меня ещё один такой серьёзный вопрос. И мы сыграем ещё одну песню. Вот в 1994 году Владимир Шахрин из группы «Чаев», открыв бутылку сухого вина, сказал, «Я начал сильно уставать, когда слушаю металл». Взял акустическую гитару. В общем, и с того момента у «Чаевов» появилась и рок-н-ролл этой ночи, и бутылка кефира «Полбатон», и всё остальное. Вот скажи, пожалуйста, вот это действительно вот это вот желание? Вот на что она похожа? Может быть, наше взросление? Может быть, мы становимся старше? Нет, нет, нет. Вот именно поиграть на акустическую гитаре, прибрать фуз слегка? Знаешь, если сравнить музыку с живописью, то будем считать, что электрическое звучание, неважно, там электрическое или джазовое какое-то там, я имею в виду рок или джаз, или что-то такое блюзовое, это всё-таки густые масляные краски. Акустика – это акварель. Это диктуют сами инструменты. Я только что понял, что рэп – это дырокол. Всё, давайте не спорить, я тебя услышал. Давайте сыграем ещё одну песню, потому что, чтобы никоим образом не наступать на новости, ибо мы продолжаем развлекая… Лучшая новость – это группа «Пчела Бэнд» на Радио 1. Поехали. Песня называется «Видела бы мама». Ах, видела бы мама. Походка виолончели, улыбка сверчка, Она на самом деле в ожидании смычка, Она любого заводит с полуслова, с полтычка. Она на чёрное не ставит, знает, выпадет зеро. Она играет, но не давит, ходит с карты Таро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Энциклопедия успеха, эротический ток, Она морпеха ради смеха валит взглядом между ног, А дома плюшевые мишки, кошки-плюшки и вишнёвый сок. Ах, видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы, мама, как ты целовалась в метро Видела бы, мама, как ты целовалась в метро В метро Походка виолончели, улыбка сверчка Она на самом деле в ожидании смычка Она любого заводит с полуснова, с полтычка Она на черное не ставит, знает, выпадет зеро Она играет, но не давит, ходит с карты таро Видела бы, мама, как ты целовалась в метро Видела бы, мама, как ты целовалась в метро Видела бы, мама, как ты целовалась в метро Видела бы, мама, сама бы целовалась в метро Моя любовь Мама, как ты целовалась в метро Видела бы, мама, как ты целовалась в метро Видела бы, мама, сама бы целовалась в метро Полутона. Живой концерт на Радио 1 Ну, на самом деле, это великолепно Потому что видела бы, действительно, мама Сама бы целовалась в метро И не только песни для тех, кто считает, что поцелуи в метро запрещены Это не так, на самом деле Они разрешены И программа Полутона, собственно говоря, поддерживает всех Кто, собственно говоря, об этом и думает Мы очень скоро к вам вернемся После самых последних и свежайших новостей Потому что мы продолжаем вас развлекая, информировать, а информируя, развлекать Все это Радио 1 Мы скоро увидимся И концерт, и все это великолепие Очень скоро продолжится Время живого концерта в программе Полутона на Радио 1 Добрый вечер Еще раз добрый вечер И еще раз добрый вечер Девочки, мальчики любого возраста Это Радио 1 Программа Полутона Программа, в которой мы изучаем исключительно наполненный музыкой воздух Сегодня у нас в гостях Олег Челаб Его сольный проект Пчела Бэнд Участники этого проекта Прекрасные московские Не просто московские Я бы сказал Музыканты уже с Европейского уровня Европейского уровня И, как это ни странно Но должен вас удивить, друзья мои У нас ведь работает контактный телефон 8 800 700 Ровно 5898 И что, у нас есть дозвонившийся? У нас есть телефонный звонок Добрый вечер, здравствуйте Добрый вечер, Кирилл Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Елена Елена, очень приятно Я хочу сказать огромное спасибо вам за программу Это просто праздник Каждый вторник Спасибо Айо, меня слышите? Да, слышим, спасибо большое Да, и вот у меня коллегу Такой вопрос Акустический бродячий цирк Это же очень несерьезно Значит, вы несерьезные люди Ну Правильно? Абсолютно несерьезные люди Так Вот в связи с этим Хотелось бы узнать Что вы читаете? Сказки? Фэнтези? Гарри Поттера читали? Я его написал Нет Ну, неправда Лена, вы знаете Я хочу просто вмешаться Дело в том, что Григорий Горин, который писал Того самого Мюнхгаузена В общем-то, написал Лучшую фразу о том Что самые страшные поступки На земле совершаются Людьми, у которых Серьезное выражение лица И поэтому Мы всегда смеемся Потому что мы не собираемся Сделать ничего плохого Единственное, что нам хотелось бы Лично мне Это познакомить Всех наших радиослушателей С одной и другой Прекрасной командой И для меня, например Крутануть Одну, другую, третью Хорошую песню Это великое счастье Настоящий подарок Думаю, как и для музыкантов Которые у нас сегодня присутствуют Потому что они чувствуют Что вся энергетика Которая находится В их композициях В этих В общем-то С первого взгляда Простых нотах Но она уходит туда Куда нужно А именно достает До самой глубины Человеческого дна Как я люблю об этом говорить Итак, мы уже послушали песню С первой пластинки Сезона охоты Я знаю, что сейчас Пчела Бен записала новый альбом Он уже готов Когда он выйдет Через несколько месяцев Как я понимаю Он выйдет Чтобы не перекрылся Чтобы не толкаться На полках магазина С альбомами группы Оптимальный вариант Это разнесено Когда Rolling Stones Хотели издавать пластинку Они звонили Джону Ленну Джаггер И говорил Джон, у нас есть материал Мы собираемся издавать Тот говорил Подождите месяца два Потому что мы через две недели Издаем свою Чтобы мы не толкались Это разумно Вот У нас выйдет альбом Акустический бродячий цирк Ну Забегая вперед Скажу, что Издавать его будет Очень уважаемый Известный лейбл Союз Мьюзик И Выйдет он Наш альбом В феврале В марте месяце Мы всех приглашаем Заранее Вот я хотел бы Чтобы ты Сообщил хотя бы Координаты Где вас искать Где вас искать в интернете Потому что Во-первых Нас искать на радио 1 Вот мы здесь находимся Спасибо этой радиостанции Да Нас в интернете Можно найти Вот ты знаешь Как нас в фейсбуке Можно найти Фейсбук можно рекламировать Нет? Наверняка можно Можно Вот В фейсбуке Нас можно найти Мы так и называемся Пчела Бэнд И вконтакте По-моему Нас можно В общем В социальных сетях На Яндекс Мьюзике Первый альбом выложил А? На Яндекс Мьюзике Первый альбом лежит Да На Яндекс Мьюзике Лежит наш первый альбом Его можно сказать Я имею ввиду Чтобы наши радиослушатели Которые быть может Только сегодня с тобой Познакомились С твоими прекрасными ребятами Чтобы они знали Когда куда приехать На концерт Ибо Концерт в студии Это одно Концерт на Концерт на площадке Любого клуба Это совсем другое Я сожалею Сегодня такие средства рекламы Ну Соцсети Наверное Это самое Я просто хотел сказать Что большая проблема Олег говорил Что Мы не можем выпускать альбом Одновременно С оптимальным вариантом И с другими Из Битлз тоже И поэтому Специально строим Отдельный магазин Для продажи Только наших пластинок Пока мы не построим Мы их Вспоминая Корина Мне сразу пришла На ум еще одна фраза И в личной жизни Барон Давайте Обойдемся Без фантазий Обойдемся Без фантазий Давайте играть Пчелобэн Сегодня в эфире Радио 1 Акустический В радиочице В программе Полутона Под куполом небо И рукоплещут Огольцы И мудрецы А иначе Зачем В гости Пожаловал Ах Акустический Цирк И на радость Всем Под куполом Небо Парит Пчела Под куполом Небо Парит Пчела Под куполом Небо Парит Пчела Держу Парит Парит Пчела 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ах Летняя песня Бродячий цирк Будет веселье Бегут сорванцы И публика станет глазеть Свистеть и смеяться И ждать, как обычно, привычных затей Медведей, жонглёров, шуток всех мастей Млеть, ликовать, субоскалить И восхищаться И артисты уже готовы предстать в полный рост Ха! Эквилибристы Главное не наступить на свой собственный хвост Как на то и артисты Но на задних лапах не ходит никто Нет дрессированных мышек в манто И нет шапито в этом марионеток Так что же От смерти к любви и к смеху от слёз Эти черти торцуют, дуркуют всерьёз И я обязательно всех их представлю Но позже А пока что они скоморожат И жизнь возбуждают И сердце бьётся Иконоподобные клоуны пусть уезжают Цирк остаётся Под куполом неба парит пчела Под куполом неба парит пчела Под куполом неба парит пчела Держу пари Парит пчела Пчела, пчела Парит пчела Держу пари Парит пчела Пчела, пчела Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Спасибо большое. А вопрос у вас был какой-то? Или просто вы позвонили, сказать, что все здорово? Я думаю, что когда они будут старенькие, они без работы не останутся. Вся их не группа объединится и сделает себе пчеловодческое хозяйство. Ольга, дорогая, спасибо, как минимум. Но вообще, по большому счету, конечно же, вы абсолютно правы. Когда мы станем старенькими, может быть, мы где-то встретимся в подземном переходе. Но это будет ярко. Не дождетесь. Не дождетесь. Чем хороший рок-н-ролл? Тогда только на сцене. Он не позволяет состариться. Вот в чем дело. Вот вы вспоминаете, как приехал Чак Берри. Все говорили, что это мумия. Приехал Чак Берри в Москву. Ему 78 лет. Он на одной ноге прошагал гусиным шагом. И ты вел его концерт. Слушай, я не только вел его после того, чтобы мне предложил Чак Берри, чтобы прежде, чем притянуть мне свою руку. Он предложил тебе эмигрировать или играть с ним в группе? Нет, нет, нет. Там было только два человека. Я и Евгений Хафтан, и один из нас не выпивал. Ты понимаешь, что произошло, да? Это был явно не Чак Берри и не ты. Подожди. Подожди, конечно. Но на самом деле, действительно, рок-н-ролл — это фантастическая штуковина. И я очень рад, что вы продолжаете работать в том же направлении. Потому что в наше время нормальную правду и нормальные вещи, разумные, которые воспринимают, опять же, нормальные человеческие уши, могут себе позволить говорить только артисты бродячего цирка и порой ведущие музыкальных программ. Я так думаю, да? Как ты считаешь? Мы продолжаем продолжать. На альбоме, который мы записали в студии, прекрасной студии Андрея Шапилёва из группы «Гроссмейстер», если кто-нибудь помнит такую группу, она на самом деле не распадалась, она существует, просто достаточно редко выступает. Андрей работает ещё как продюсер. Кстати, Шапилёву, пожалуйста, передай, что я ему буду звонить очень скоро. Именно сейчас. Я ему сейчас буду позвонить. Нет, но сейчас не надо. Ну, потом, чуть позже. Да, я просто хочу сказать, что он очень комфортный в общении и профессиональный в работе человек. И мы записали второй альбом в его студии. И на этом альбоме, поскольку он цирковой, ну, такая вот у нас игра в этот раз. И мы решили сыграть одну песню, которую написал Джон Леннон в 67-м году по афише, купленной в букинистическом магазине. Афиша относится к 1861-му году. И песня эта вошла в альбом Битлз «Сержант Пеппер» «Все на бенефис мистера Кайта». И просто я написал адаптированный, не перевод, адаптированный текст на эту музыку битловскую. И мы включаем эту песню в свой альбом, потому что она полностью имеет отношение к цирку. Ну, и отлично. А все зрители нашей программы, все наши радиослушатели... Имеют отношение к цирку. Да. И могут насладиться этим великолепным действием. Олег Челап и Пчелабен в программе «Полутона». Отвязный мистер через край, спешите видеть, эй, швыряй в зенит батут. С ним свит обравых смехачей, канат охотец и жокей, реально крут. О, вслед за ним жонглеры с акробатами ныряют в чан с огнем. Ну, давай, шки через край, и мы обретем. Горцует мистер через край, из преисподней прямо в рай, в субботу в ночь. Со свитой дурковать и петь, и через обруч пролететь, циркач охотчь. И публике почтенной будет в кайф отвязный мистер через край. И для вас, Мерин Пегас, станцует вальс. Оркестр грянет точно в срок. Опасный трюк и кувырок, не без потерь. Но дарит мистер через край, любовь, риск и смех, и драйв. Пади, не верь, спешите видеть без страховки, как бы без уловки. Пиар-пир, отвязный мистер через край, сделал весь мир. Пиар-пир, отвязный мистер через край, И для вас, Мерин Пегас, станцует вальс. Полутона. Живой концерт на Радио 1. Олег Челапа и Пчела Бэнд сегодня в программе Полутона, главные герои нашей сегодняшней передачи. И, знаешь, просто времени всегда, конечно, не хватает, потому что мы так рады, всегда бываем встречи, что в самом начале программы говорим слишком, наверное, большое количество слов друг другу. Но у меня есть один серьезный вопрос вот к Евгению. Сгодов, если позволишь, Олег, ладно? Конечно. Вот, Женечка, скажи, пожалуйста, вот всегда... Крепостать нет. Нет, ну, дело в том, что это уже не первый раз возникает вопрос. Почему, например, ты используешь именно такой музыкальный инструмент? Почему нельзя взять просто какие-нибудь электрические маленькие клавиши, если ты хочешь играть именно... Зачем нужно дуть? Вот, это вопрос, который беспокоит многих, как бы, зрителей, я знаю, и, может быть, даже поклонников ваших талантов. Вот почему нельзя поставить маленькие клавиши, и просто играть? Зачем нужно при этом еще и дуть? Он привык дуть. Я понял по поводу духовой арфы, да, вопрос? Вот этот вопрос. Ну, это в концепции. То есть, мы же акустический бенд, это дыхание, это живое дыхание. То есть, какое электричество? Тут без всякого электричества. Все, 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 все. У меня больше нет вопросов. Вот я и хотел об этом поговорить. Он экономит на электричество. Да, что... Да, да, да. И сохраняет энергоресурсы для прекрасного времяпрепровождения на этой планете. Ребят, давайте играть. На самом деле, все смешнее. Ему давали клавиши, он туда дул. И они вырабатывали электричество в конечном итоге. Слушайте, ну, я слышал о том, как в перчатках, ну, в резиновых играли, но про то, что в клавиши дули, я еще такой истории, собственно говоря, не слышал. Олег Челап и Пчела Бент, веселые ребята, на мое счастье. Сегодня живой концерт для вас и удовольствия всех на радиослушке «Радио 1». Ей кажется, ей верится, что все случится так, как хочется, как снится в невесомых летних снах. Ей чудится, ей грезится, она смеется и надеется, и просыпается с улыбкой на губах. А равновесие так зыбко, но воздух дразнит и опять манит. Ей слышится, ей видится и представляется чудесный мир. И в нем парит она, и в нем она парит. А равновесие так зыбко, но воздух дразнит и опять манит. Ей чудится, ей грезится, что все надежды точно сбудутся, как это снится в ее легких летних снах. Ей кажется, ей верится, она смеется и надеется, и просыпается с улыбкой на губах. Полутона. Живой концерт с Кириллом Кальяном. Да, я абсолютно доволен, потому что мне всегда очень радостно, когда все сходится, все получается, и когда какая-то радость неудержимая отправляется над всей планетой Земля. Именно так работают радиостанции. Если кто-то не знает, я вам расскажу, на самом деле, как это происходит. И мне очень приятно, что сегодня столько добра, столько радости и столько света солнечного, как всегда любят говорить, собственно говоря, Олег, чего он желает всегда не только своим поклонникам, но и всем здравомыслящим людям. Олег, слушай, ну у меня еще буквально несколько вопросов. Мы еще, думаю, успеем сыграть еще одну песню. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, вот чему может научить слушатели... Только хорошему. Я хотел бы узнать, чему может научить группа «Пчела Бэнд» своих радиослушателей, своих поклонников? К чему они могут нас привести? Слушать себя, любить, не конфликтовать и улыбаться даже вокруг вас... Не так. Даже к идиотам обращаться на «вы». Прекрасное замечание. Прекрасное замечание. Слушай, ну еще один вопрос, наверное, последний, серьезный. Ты же знаешь, что группа «Экстрим» распалась из-за одной песни, которую написал в свое время Нуна Беттенкурт, это «Мовен Уорд», самая известная баллада. Он просил ребят не выпускать эту песню, но все настаивали, говорит, это будет хит. Через год появилась новая пластинка, там не было такого же хита. Через год еще одна пластинка было много возвратов, группа распалась. После того, как ты написал песню с величайшей фразой, которая до сих пор не дает мне покоя, она и не может давать покоя любому нормальному человеку. Для того, чтобы быть счастливым, нужно только любить и быть любимым. Не боишься ли ты, что ты больше не сможешь написать более серьезные, более емкие, более сильные фразы после уже этого? Честно говоря, вообще не боюсь ничего. Не боюсь ничего. Открываю телевизор, вижу действительность, и закрываю его, и не боюсь ничего. Все отлично. Все отлично. Я с удовольствием бы по философству подискутировал. У тебя маленькая программа. Радио 1, замечательная радиостанция, но почему-то тебя притесняют. Ты как индейец в резервации. У тебя час времени. Слушай, старик. Ха-ха-ха. Нет, нет, нет. Это ну... Хороший индейец. Да. Настоящий индейец. Мы вообще обожаем индейцев, кстати говоря. Конечно. Я-то знаю вас. Я-то вас знаю. Вот. Но просто нет. Хочется и играть, и общаться. Хорошо. Я обещаю тебе подумать по этому поводу. Кстати, ты знаешь, наша радиостанция скоро переезжает на Пятницкую 25. Как ни странно. В то самое место, куда я с волнением... Где мы с тобой познакомились. Господи. Чуть-чуть не рассказал. Не то совсем. Да. В общем, я думаю, что мы подумаем, что делать. Еще одна песня, ребята, и будем прощаться. Спасибо. Мы прощаемся. У нас короткая. Нет, мы еще не прощаемся. А, еще не прощаемся. Песня. Окей. Поехали. Песня. 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 Лицедей от старой басни до каламбура Самодовольный идут. Самодовольный петух Субтитры подогнал «Симон»